Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза направлен на внутригосударственное согласование. Сегодня об этом заявили представители Министерства финансов Казахстана. По словам экспертов, документ разработан при непосредственном участии бизнес-сообщества. Состоит он из девяти разделов и четырех приложений. Кодекс включает в себя 16 соглашений, которые ранее были одражены во многих международных документах. Как только он вступит в силу, старые документы будут отомненены. Таким образом, Кодекс объединит все существующие соглашения и сблизит таможенные системы государств, говорят спикеры. В первую очередь, проект Таможенного кодекса ЕС ориентирован на электронный документооборот. То есть прописан приоритет электронных документов. На сегодняшний день в большинстве случаев мы в качестве первоисточника традиционно используем бумажные носители. Это позволяет таможенным инспекторам при каждом удобном случае запрашивать все больше и большее количество бумаг. На сегодняшний день эти вопросы устранены в новом Таможенном кодексе. Проект предусматривает сдачу декларации в электронном виде, и при этом представлять документы, на основании которых она заполнена, не нужно. В новом кодексе предусмотрен автоматический выпуск и автоматическая регистрация поступающих деклараций без участия должностных лиц таможенных органов. Этот принцип является прорывным. По сути, это переход на новый уровень взаимоотношений между таможенными органами и бизнесом на основе доверия, который будет основан на анализе деятельности хозяйствующих субъектов. Субтитры создавал DimaTorzok